Вступление. Этот сборник эссе стал последней работой Айн Рэнд перед смертью в 1982 году. В нем она суммирует свои философские взгляды и рассматривает широкий круг вопросов. По ее мнению, выбор, который мы делаем, состоит не в том, чтобы иметь или не иметь собственную философию, а в том, какой она будет – рациональной, сознательной, практичной или противоречивой, неопределенной и потому гибельной. Написанные ясным и понятным языком, благодаря которому философия объективизма оказалась в авангарде американской мысли, эти эссе затрагивают такие аспекты, как образование, мораль, цензуру и инфляцию, чтобы доказать, что философия – главная основа нашей жизни. Айн Рэнд родилась 2 февраля 1905 года. Она опубликовала свой первый роман «Мы живые» в 1936 году. Затем последовала повесть «Гимн» в 1938 году. С публикацией романов «Источник» в 1943 году и «Атлант расправил плечи» в 1957 году к писательнице пришел невероятный успех. Уникальная философия Рэнд, объективизм, обрела почитателей по всему миру. Основы ее философии изложены в трех публицистических книгах «Введение в объективистскую эпистемологию», «Добродетель эгоизма» и «Капитализм. Незнакомый идеал». Предисловие Айн Рэнд была не только романистом и философом, но и ярым защитником своей философии, одним из лучших за всю историю философской мысли. Кто еще мог написать романтический бестселлер «Атлант расправил плечи», в котором герои и злодеи отличаются фундаментально, на метафизическом уровне, в котором ложная эпистемология ведет к неизбежному провалу, финансовому банкротству и сексуальной импотенции, в котором правильные этические принципы выступают незаменимыми способами восстановления мегаполиса и человеческой души. Кто еще мог написать книгу «Философия. Кому она нужна» и знал, что предложить в качестве ответа? Успех Айн Рэнд в продвижении философии есть следствие ее особой философии – объективизма. Она писала «Я в первую очередь защитник не капитализма, а эгоизма. И не эгоизма, а скорее человеческого разума». Если человек признает главенство разума и постоянно им пользуется, все вышеупомянутое станет следствием. «Главенство разума было, есть и будет основной темой моих работ и сутью объективизма». Объективист, сентябрь 1971 года. Согласно философии объективизма, разум – это не просто отличительная, но фундаментальная черта человека, его основной способ выживания. Следовательно, то, что необходимо для функционирования разума, необходимы и для жизни человека. Разум работает, интегрируя воспринимаемые органами чувств данные и понятия. В итоге этот процесс, по мнению Айн Рэнд, требует таких сложнейших обобщений, которые дадут человеку представление об окружающем мире, о методах обретения знания и об истинных ценностях. Таким образом, человеку нужна метафизика, эпистемология и этика, то есть философия. Она нужна ему в соответствии с его природой и для практических целей, чтобы думать, действовать, жить. Такой взгляд на философию настолько же удивителен, насколько неудивительно явление защиты разума объективизмом перед лицом сегодняшней культуры неомистиков. Для Айн Рэнд философия — это не бессмысленный ряд абстракций, созданный для церемоний на коктейльных вечеринках и воскресных службах. Это не тяжеловесные европейские пустые завывания, резонирующие с восточными. Это не игра в шахматы, оторванная от реальности и распространенная британскими профессорами, чтобы хоть чем-то занять своих скучающих коллег. Здесь игра в шахматы выступает метафорической отсылкой к аналитической философии, к которой Айн Рэнд относилась крайне отрицательно и считала псевдофилософией. Для Айн Рэнд философия — это главный фактор человеческой жизни, это сила, формирующая сознание и характер не только людей, но и наций. Она может стать как добром, так и злом, в зависимости от выбора человека. По утверждению писательницы, выбор человека не в том, иметь ему философию или нет, а в том, какую принять в качестве своей. Его выбор в том, будет ли его философия сознательной, четкой, логичной и, следовательно, практичной или случайной, неопределенной, противоречивой и потому гибельной. В этих эссе Айн Рэнд пошагово объясняет, что необходимо для формирования рациональной и сознательной философии. Она учит слушателя опознавать, а затем оценивать скрытые предпосылки в его собственной душе и нации в целом. Она проясняет механизм, благодаря которому философия управляет человеком и обществом, указывает на формы, которые абстрактные теории принимают в повседневной жизни. И на те глубокие, экзистенциальные последствия самых трудных для понимания идей, на первый взгляд кажущихся сугубо академическими. Она показывает, что если идея рациональна, то ее результатом будет сохранение человеческой жизни и наоборот. В отличие от запретов, которые накладывались на людей тысячелетиями, Айн Рэнд не уравнивает объективность с равнодушием. Она была заинтересована в философии, в объективистском понимании личного интереса. Она эгоистично хотела знать, какие идеи правильны ради собственных поступков и жизни в целом. Если человеку нужна философия, говорит она, то та должна быть правильной, то есть соответствовать реальности. Эта аудиокнига — последняя из работ Айн Рэнд, которую она запланировала перед смертью в марте 1982 года. Идея книги была предложена канадским объективистом Уолтером Хьюбшером. Осенью 1981 года он написал Айн Рэнд. В своих статьях вы детально описываете, как каждый человек через собственные утверждения использует философские предпосылки. Если бы эти статьи были изданы одной книгой, думаю, она бы сфокусировала внимание на мощном влиянии философии, определила бы корни некоторых из сегодняшних опасных тенденций и выявила, что их можно предотвратить и что каждый может и должен быть в это вовлечен. Айн Рэнд понравилась идея такого сборника, статьи для которого по большей части взяты из выпусков The Unrend Letter. Первым эссе станет одна из любимых работ писательницы, речь, впервые произнесенная перед выпускниками военной академии в Уэстпойнте. В следующие месяцы она несколько раз обсуждала концепцию книги со своим издателем Грейсом Шоу из Бобс Мэрил Кампани, а также с друзьями и коллегами, и определила содержание и структуру в общих словах. Айн Рэнд уточнила, какие статьи необходимо включить, а какие считала необязательными. Она не успела подтвердить окончательную выборку статей и их порядок. Мне выпала честь принять эти решения, основанные, где было возможно, на желаниях писательницы. Следуя ее подходу в других антологиях, я поместил теоретически нагруженные статьи в первую часть аудиокниги, за которыми следует эссе с более конкретным содержанием. Ни одна статья не была ранее напечатана ни в одной книге. За первой статьей следует та, что была написана как дополнение. Далее идет группа статей, имеющих непосредственное отношение к философии объективизма. Первая из них содержит анализ того, что можно изменить, а что нет, и представляет самый полный напечатанный обзор одного из элементов объективистской метафизики — первичности реальности. В двух следующих эссе обсуждается антиконцептуальное мышление как демонстрация от противного одного из элементов объективистской эпистемологии, что случается с людьми, которые никогда не развивают до конца такую человеческую форму знания, как понятие. Открытое письмо Борису Спасскому, советскому шахматисту, вызов, который показывает роль разных направлений философии в жизни человека. Почти все статьи для этой аудиокниги написаны в период между 1970 и 1975 годами. Исключение — статья под названием «Вера и сила. Разрушители современного мира», представляющая речь, произнесенную Айн Рент в Ельском университете в 1960 году, несколько лет спустя после написания романа «Атлант расправил плечи». Эта речь — простое и блестящее введение в философию объективизма и отражение взглядов писательницы на сегодняшний мир. До недавнего времени их было непросто узнать. Тем, кто не знаком с творчеством Айн Рент, советую начать именно с этой главы. Затем следует важный раздел, имеющий отношение к Эммануилу Канту и некоторым из его последователей — эголитаристам и профессору Беррису Фредерику Скиннеру. Айн Рент часто спрашивали, почему среди высокопоставленных лиц так мало защитников правильных идей.